глава 11 саламон почему люди такие злые жалобно спросила сара все люди злые и не замечал ну не все но многие я не понимаю почему когда я становлюсь злой я чувствую себя ужасно а когда такой становишься сара обычно когда сначала злым становится кто-то другой наверное я тоже становлюсь злой чтобы отыграться и это помогает да защищаясь заявила сара как же так сара разве когда ты отыгрываешься ты чувствуешь себя лучше это что-то меняет или злые поступки возвращаются обратно наверное нет на самом деле по моим наблюдениям это только добавляет зла и подлости в мире ты как будто присоединяешься к цепочке боли сначала больно им потом тебе потом ты причиняешь боль кому-то еще и так далее но кто-то же начал эту ужасную цепочку боли не важно кто ее начал важно то что ты будешь делать когда дойдет очередь до тебя что произошло сара что заставило тебя присоединиться к цепочке боли сара чувствуя как тянет животе все же рассказала соломону о новом мальчике дональде и его первом дне в классе она рассказала о задирах которые все время находили новые поводы подразнить дональда она рассказала о тревожном случае в коридоре и пока она рассказывала соломону что случилось и описывала все подробности ее болезненный гнев разгорался снова и слезы выступили на глазах и покатились по щекам она сердито стерла их рукавом раздраженная тем что вместо обычного веселого разговора с соломоном шмыгает носом и вормочет так не должно было быть соломон долго молчал пока в голове сара метали без метались бессвязные мысли она чувствовала что соломон смотрит на нее большими ласковыми глазами но это ее не смущало наоборот соломон как будто вытягивал из нее что-то своим взглядом что ж становится очевидно то чего я не хочу подумала сара я не хочу так себя чувствовать особенно когда разговариваю с соломоном очень хорошо сара ты только что сознательно сделала первый шаг к завершению цепочки боли ты сознательно определила чего ты не хочешь разве это хорошо спросила сара по ощущениям нет это потому что ты сделала только первый шаг осталось еще три какой же следующий шаг соломон определить чего ты не хочешь не сложно правда сара да наверное то есть обычно я это знаю откуда ты знаешь что думаешь именно о том чего не хочешь ну я это чувствую значит ты определяешь потому что ты чувствуешь когда ты думаешь или говоришь о чем-то чего не хочешь ты всегда испытываешь негативные эмоции ты чувствуешь гнев или огорчение стыд вину или страх ты всегда чувствуешь что-то плохое когда думаешь о том чего не хочешь сара подумала о прошедших днях когда она испытывала больше негативных эмоций чем обычно ты прав соломон сказал она мне было хуже обычного в последнюю неделю пока я смотрела как мальчишки дразнят дональда я была а я была так счастлива с тех пор как познакомилась с тобой а потом так злилась на них за то что они его дразнят теперь я вижу как то что я чувствую связано с тем что я думаю хорошо сара а теперь поговорим о втором шаге если ты знаешь чего ты не хочешь трудно ли после этого понять что ты хочешь ну начала сара она хотела понять но все еще не была уверена когда ты болеешь например чего ты хочешь выздороветь легко ответила сара когда у тебя не хватает денег чтобы купить чего-то что ты хочешь чтобы у меня было больше денег вот видишь сара это второй шаг в нарушении цепочки боли первый шаг понимание того чего ты не хочешь второй шаг определение чего ты хочешь ладно это просто сара начинала чувствовать себя лучше самый важный шаг 3 сара и именно его чаще всего пропускают третий шаг таков после того как ты определила чего хочешь тебе нужно сделать так чтобы это ощущалось реальным тебе нужно говорить о том почему ты этого хочешь описывать каково это обладать желаемым объяснять представлять или вспоминать похожие случаи но не переставать думать об этом пока не возникнет ощущение реальности продолжай говорить сама с собой о том чего ты хочешь пока не начнешь чувствовать себя хорошо слушая как соломон поощряет ее размышлять специально и представлять что-то сары едва могла поверить своим ушам она не единожды попадала в неприятности именно из-за этой привычки то что говорил ей соломон было полной противоположностью тому что говорили учителя в школе но она уже привыкла доверять соломону и уж конечно она была готова попробовать что-нибудь новое другие то способы очевидно не работали почему третий шаг самый важный сломан потому что пока ты не изменишь свои ощущения ты ничего не изменишь ты все еще остаешься частью цепочки боли но как только меняются твои ощущения ты становишься частью другой цепочки назовем ее цепочкой соломона как ты называешь свою цепочку спросила сара вообще-то я никак я не называю это скорее ощущение но ты можешь назвать ее цепочкой радости или цепочкой благополучия цепочкой хороших ощущений это естественная цепочка сара она показывает какие мы на самом деле но если это естественно если мы такие на самом деле почему мы не чувствуем себя так хорошо все время спросила сара люди действительно хотят хороших эмоций и большинство людей очень сильно хотят быть хорошими и это большая часть проблемы что-то имеешь ввиду почему хотеть быть хорошим это проблема видишь ли сара люди хотят быть хорошими и поэтому смотрят на окружающих на то как живут остальные чтобы определить что же хорошо они смотрят на условия в которых находятся видят то что считают хорошим и то что считают плохим и это плохо не вижу ничего плохого соломон я заметил сара что когда люди смотрят на обстоятельства хорошие и плохие они в большинстве случаев не осознают что чувствуют именно поэтому все идет у них не так вместо того чтобы понимать как то на что они смотрят влияет на них они в своем стремлении к хорошему выискивают плохое и пытаются оттолкнуть его проблема в том что когда они пытаются оттолкнуть то что считают плохим они присоединяются к цепочке боли людям гораздо интереснее искать анализировать и сравнивать обстоятельства чем осознавать что они чувствуют и часто обстоятельства затягивают их прямо в цепочку боли вспомни последние несколько дней сара и постарайся припомнить самые сильные чувства которые ты испытывала что происходило в эти дни по поводу чего ты ощущала негативные эмоции я чувствовала себя просто ужасно когда томми и линд разнили дональда я чувствовала себя ужасно когда ребята смеялись над дональдом в классе а хуже всего было когда дональд кричал на меня а ведь я просто пыталась ему помочь хорошо сара давай поговорим об этом когда ты чувствовала себя так плохо что ты делала не знаю соломон я ничего не делала в основном я просто смотрела именно так ты наблюдала за обстоятельствами но обстоятельства на которые ты решила смотреть были того рода которые заставляют тебя включаться в цепочку боли но соломон взразила сара как можно не видеть что-то плохое и не чувствовать себя плохо когда ты это видишь очень хороший вопрос сара я обещаю что со временем отвечу на него полностью я знаю что нелегко понять все это сразу а причина того что это трудно понять в том что тебя учили следить за обстоятельствами но не учили обращать внимание на то что ты чувствуешь связи с ними и поэтому обстоятельства управляют твоей жизнью если ты видишь что-то хорошее ты испытываешь в ответ хорошее чувство если ты видишь что-то плохое ты испытываешь плохие чувства когда обстоятельства управляют твоей жизнью это тебя раздражает именно из-за этого столько людей присоединяются к цепочке боли тогда как мне удержаться вдали от цепочки боли и при этом помочь тем кто в нее попадает для этого есть много способов но мой любимый самый быстрый из всех такой думай о благодарности благодарности до сара сосредоточься на чем-то или ком-то и постарайся найти мысли из-за которых ты будешь чувствовать себя хорошо поблагодари за них из-за всех сил это лучший способ войти в цепочку радости вспомни какой первый шаг знать чего я не хочу гордо ответила сара с этим она уже разобралась а второй шаг знать что я хочу очень хорошо сара а третий шаг о я забыла соломон расстроена сказала сара сердясь на себя за то что забыла так быстро третий шаг найти место ощущения для того что ты хочешь говорить о том чего ты хочешь пока не почувствуешь что уже это получила соломон ты так и не сказал мне какой четвертый шаг вспомнила сара о четвертый шаг самый лучший именно с ним ты получаешь желаемое четвертый шаг это физическое воплощение твоего желания получая от этого удовольствие не старайся запомнить это все просто учись благодарности это ключ ко всему а теперь тебе лучше бежать мы можем поговорить об этом завтра благодарность размышляла сара я попробую быть благодарной гей в голову тут же пришел образ джейсона да это будет непросто подумала сара возвращаясь из рощи соломона начни с чего-нибудь попроще крикнул соломон взлетая со своего насеста ладно ладно засмеялась сара я люблю тебя соломон подумала она я тоже тебя люблю сара сара отчетливо слышала голос соломона хотя он уже скрылся из виду